Здравствуйте, дорогие подписчики! Я думаю, что уже многие заквасили капусту, многие ее уже наелись. И сегодня я вам расскажу, как заквасить капусту по-грузински. Вообще, первый раз в Грузию я попала в далеком 1984 году, и меня поразила вот эта грузинская кухня, ее яркостью, яркостью запахов, яркостью самих блюд и, конечно, яркостью этого вкуса. Поразила настолько, что я даже купила в свое время книжку вот такую и периодически пользуюсь, чтобы вспомнить, как и что готовят в Грузии. И в Грузии очень любят мариновать и квасить овощи, в том числе и капусту. Но получается она совершенно другого вкуса, и сегодня я расскажу, как это сделать, а сделать это нетрудно. Берем капусту, берем капусту вот таких вот белых сортов для квашения. Вот здесь, посмотрите, у меня толстый лист, капуста сочная и качан у меня белый. То есть вот этот сорт очень хорошо подойдет для квашения. Для капусты по-грузински капусту мелко не шинкуют, ее режут кубиками. Но можете и шинковать, можно мелкими, можно крупными кубиками нарезать. Только имейте в виду, что мелко нарезанная капуста квасится быстрее, а та, которая нарезана более крупными кусками, квасится мельче. Ну, а я нарежу кубиками. Теперь берем емкость и в эту емкость складываем порезанную капусту. Капуста, нарезанная вот таким способом, хуже отдает сок. Поэтому, чтобы она отдала сок, мы ее заранее посолим, пока будем готовить другие ингредиенты. Солим капусту до степени слегка пересоленого салата. Если соли будет недостаточно, ее потом можно будет немножко добавить. И вот так вот, чуть-чуть вот так ее помнем, чтобы она стала прям чуть-чуть помягче. И отставляем в сторону. В капусту по-грузински нужна свекла. Морковь туда не кладем, а кладем свеклу. Свеклу нужно будет порезать мелкой соломкой. Но, чтобы все было быстрее, я свеклу не буду резать мелкой соломкой, а я ее на шинпую вот на такой терке для корейской моркови. Получилось, ну, немножко помельче, чем можно было бы нарезать брусочками, но и покрупнее, чем на крупной терке. Вообще, насколько мелко вы будете резать свеклу, на вкус это не имеет никакого влияния, а вот на цвет имеет. Чем мельче порезано свекла, тем интенсивнее будет у капусты цвет. Также отставляем пока в сторону. Теперь нам нужен будет еще и чеснок. Чеснок нарезаем на мелкие кусочки. Чеснока, в принципе, тоже по вкусу. Кто-то любит поострее, кто-то может быть менее такой острый. Но с чесноком не надо экономить, потому что будет такой невнятный вкус, если уж прям вот только один зубчик чеснока и положить. Чеснок готов. И еще два ингредиента нам понадобятся для капусты по-грузински. Конечно, это пряные травы. В Грузии очень любят пряные травы, но любимую в Грузии кинзу ложить не будем. Нам понадобятся эстрагон, семена укропа, сушеную мяту и чабер. Вот у меня весь вот этот тамбор уже есть. Ну и перец. Грузинская кухня, в принципе, острая. И что-то либо попробовать не острого в Грузии довольно-таки проблематично. Но мы, жители средней полосы, не совсем привыкли к такой острой пище. Кто-то любит поострее, кто-то вообще не переносит, а кому-то и нельзя употреблять острое. Это не повод отказываться вот от такой капусты. Просто не кладите в капусту перец. Ну а для тех, кто любит поострее, берем стручок горького перца. Перец должен быть очень острый. И также нарезаем его прямо вместе с семенами. Вся самая большая острота перца находится вот именно в семенах. И в перегородках, вот в семенных перегородках, вот в этих вот семенных перегородках и находится самая острота перца. Если вы хотите уменьшить остроту капусты, не кладите семена. А если вы любите остренькое, то, пожалуйста, можно и семена туда все положить. Свекла сама по себе сладкая, и ее нужно будет еще отдельно немножко посолить. И теперь собираем. Я обычно все вот такие заготовки делаю в банках. Ну, в зависимости от того, сколько я хочу заготовить, столько и банок. Но если вы никогда вот так не делали, не берите сразу большую банку. Попробуйте, понравится. Можно будет такую капусту делать практически в течение всего года. В банку накладываем все слоями. Слой пряных трав на дно. Затем капусту. Немножко примяли свеклу, чеснок, перец. Повторяем. Если в одном слое забыли что-то положить, ничего страшного, можно положить это во второй. Все равно будет квашение происходить в одном рассоле, и пряные травы, и острый перец отдадут все свои свойства. Верхний слой должен обязательно заканчиваться капустой. Теперь ее нужно очень хорошо примять. Но вот порезанная капуста вот такими крупными кусками нам не даст достаточного количества сока. И поэтому нам придется залить вот эту капусту холодной кипяченой водой, без соли, потому что мы уже солили. И заливаем водой таким образом, чтобы наша вся капуста находилась в этом рассоле. И она не просто находилась в рассоле, а чтобы она на рассоле находилась вот так вот в примятом виде. Вот уже свекла начала окрашивать капусту. Дальше берем небольшой листочек от капусты, закрываем им и подгнет. Обязательно следите за тем, чтобы самый верхний слой капусты обязательно был покрыт рассолом. И оставляем на день или два в теплом помещении, в зависимости от того, какая у вас температура. Когда пойдет процесс брожения, отсюда будет выходить газ. Капусту также нужно будет протыкать. Также отсюда польется рассол вниз, ставим какую-то емкость. Капуста в процессе ковашения может оседать. То есть вы можете обнаружить, что у вас в банке освободилось место. Тогда можно будет доложить еще капусты и докладываем так постепенно, пока не будет целая банка. Примерно в течение трех дней. Затем, когда процесс брожения уже бурный закончится, тогда мы ставим в прохладное место. Ну и по мере готовности, где-то, наверное, дней через пять, эту капусту уже можно кушать. И она будет не просто вкусная, она будет еще и очень красивая. Попробуйте сделать результатом, поделитесь обязательно в комментариях. Ну а у меня на сегодня все. ПОММИ 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 Субтитры сделал DimaTorzok